Бывает такое, что иногда вот смотришь видосик от своего любимого ютубера, а оценить его работу только лайком или дизлайком, ну как-то не по-пацански. Решить подобного рода проблему призвано бесплатное расширение YouTube Pulse, при помощи которого вы можете оценить абсолютно любой момент видео плюсиком, если фрагмент вам понравился, и минусом, если автор по вашему мнению немного перебарщивает. Мне, как человеку, пытающемуся улучшить качество своего контента, важно знать, какие моменты нравятся аудитории, а над какими еще нужно поработать, а у вас, как у зрителей, есть прекрасная возможность помочь мне в этом нелегком деле. Скачать расширение для Mozilla или для Chrome вы можете по ссылочке в описании. Ну а мы стартуем. Это история о человеке, которому еще предстоит понять, что за судьба ему уготована. Артем, ушедший из Ордена Спарты, каждый день выбирается на поверхность, чтобы поймать радиосигналы выживших за пределами Москвы и сталкивается с непониманием друзей, считающих, что кроме жителей метро на планете никто не выжил. Однако, во время одной из вылазок на поверхность, Артем вместе со своей женой Анной обнаруживает, что выжившие есть. Но Ганза скрывает этот факт, убивая иногородних и заглушая радиосигналы при помощи сети глушилок. Вместе с отрядом спартанцев во главе с Мельником, Анна, Артем и машинист ганзовского паровоза «Ермак» угоняют локомотив и уезжают из Москвы, чтобы найти выжившее правительство страны в бункере Ямантау на Урале. По пути они останавливаются на Волге, где во время разведки территории Анна проваливается в хранилище химикатов, но вовремя подоспевший Артем успевает вытащить свою возлюбленную из опасного места. Помимо этого героя спасают из плена местных сектантов медсестру Екатерину и ее дочь Настю, а также принимают в свои ряды механика по кличке Крест, вместе с которыми они переправляются через Волгу и доезжают до Ямантау. Однако в бункере их ожидают новые трудности. Вместо правительства герои встречают огромную армию каннибалов, пытающихся съесть Артема, Мельника и Анну. Но команде удается спастись из лап смерти и покинуть Ямантау без потерь. Узнав, что где-то в Казахстане есть центр связи, экипаж отправляется туда, чтобы раздобыть спутниковые снимки поверхности и при помощи них найти безопасное для жизни место. Прибыв на Каспий, герои развязывают самую настоящую гражданскую войну против местного главаря бандитов барона. Заручившись поддержкой главной бунтарки по имени Гюль, Артем и его команда находят снимки поверхности в центре связи, а также крадут воду и топливо у бандитов. В конце концов, конфликт решается тем, что Анна убивает барона выстрелом в голову из снайперской винтовки. Гюль остается помогать своему народу, находящемуся в рабстве, а экипаж паровоза отправляется на восток в поисках своего нового дома. Однако трудности не покидают наших героев, и когда казалось бы, что все уже позади, отравление Анны химикатами на Волге дает о себе знать. На свадьбе Степана и Екатерины Аня внезапно начинает кашлить кровью, и с этого момента жизнь ее висит на волоске. После случившегося приступа Анну укладывают на диванчик, и она сообщает, что когда в Ямантау ее утащил на обследование доктор Каннибал, он диагностировал ей тяжелое заболевание легких, связанное с отравлением химикатами в подвале на Волге, в результате чего легкие Анны буквально начинают распадаться. Мельник отказывается в это верить и предполагает, что никакой болезни нет, а кашель с кровью вызван пагубным действием песка из пустынь Казахстана. Тем не менее, полковник вызывает Екатерину и Артема в рубку паровоза на пару слов, где он начинает паниковать по-настоящему. Катя успокаивает Мельника, говорят, что на диагноз медика из Тимфорд РС-2 полагаться не стоит, и лучше немного обождать, ведь впереди речная долина, свежий воздух и никакого песка, а вось все само пройдет. Но и исключать вероятность отравления тоже не стоит. К счастью, Екатерина говорит, что у них в поселке до войны располагалась часть ПВО, и у солдат было какое-то новое лекарство, помогающее при отравлениях газом, благодаря чему после войны множество людей удалось спасти. Ну и конечно же, название этого спасительного лекарства находится где-то в записях мамы Екатерины, и при желании она легко сможет его найти. Так, какое это по счету совпадение? Ага. Ну и по памяти Екатерина говорит, что лекарство производилось в Новосибирске, поэтому Мельник решает отправиться в речную долину, обустроиться там, и если вдруг Анне станет хуже, то он с группой добровольцев отправится в Новосиб за лекарством. Возвращаемся к столу, где Мельник рассказывает свой план остальным, а Анна, уже отошедшая от приступа, благодарит всех за поддержку и произносит трогательный тост, после чего мы поднимаем недопитую кружечку спиртного, опустошаем ее за здравие, а затем переносимся в речную долину. Чтобы избежать неприятных инцидентов, полковник решил не гнать Аврору в долину прямо сразу. Вместо этого в долину отправился разведотряд на дрезине в лице Артема и Алеши, которые должны собрать данные о местности, на основе которых и будет принято решение остаться здесь или же продолжить путь и искать пристанище в другом месте. На первый взгляд долина выглядит очень даже неплохо. Тут свежий воздух, речка, пейзаж живописной, да и птички поют, но совсем скоро происходит небольшая неприятность. Склон возле рельс обваливается, и дрезина креста, служившая нам верой и правдой, отправляется на корм рыбам. Артем тоже начинает тонуть, поэтому он сбрасывает свой тяжеленный рюкзак в воду и всплывает на поверхность, однако течением его уносит прямо на камни, Артем бьется об них головой, падает в воду и погибает. Да нет, конечно же. Из воды его вылавливает женщина в маске из человеческого черепа. Ее, кстати, Олей звать, которая заботливо оттаскивает протагониста на берег и даже откачивает воду из легких. Она очень быстро объясняет Артемке, что нашего друга, то есть Алешу, поймали ее товарищи, потому что приняли нас за бандитов. Но так как она почему-то верит в нас и не считает нас бандюками, Оля постарается нам помочь, после чего она советует нам не делать глупостей и убегает к своим, а Артем остается отходить от произошедшего на берегу. Придя в себя, встаем на ноги и поднимаемся во двор какой-то деревушки, где на статуе пионера висит новое оружие в игре – арбалет. И хер его знает, зачем его вообще добавили в игру. Полная параша, как по мне. Лук в разы лучше. Стоп. Это вообще не та игра. В экзодусе арбалет как раз-таки очень даже неплох. Убойная сила у него больше, чем у тихаря, да и боезапас тратится медленнее, потому что болты можно извлекать из тел жертв. На выходе из двора нам прилетает записка от так называемого берегового братства с предупреждением, чтобы Артем убирался прочь, иначе он поплатится жизнью. Убираться нам некуда, поэтому предупреждение мы игнорируем, и замечаем, что записка прилетела со стороны детского лагеря Солнечного, расположенного близ деревни. Тут стоит сказать пару слов о местных обитателях. Как вы уже поняли, по задумке авторов, в каждой из локаций игры присутствуют какие-то абсолютно пришибленные ребята. На Волге ими были техноборцы, поклоняющиеся рыбе, в Ямантау были людоеды, на Каспии нефтяники с их культом священного пламени, ну и долина не стала исключением. Местные жители представляют собой повзрослевших детей, заставших ядерную войну находясь в летнем лагере. Время шло, дети взрослели, но вследствие изоляции от общества они так и остались на уровне развития малолетних дебилов. Роль наставника у школьников выполнял главный вожатый лагеря, которого они называли учителем, и благодаря ему детям удалось выжить в тайге, несмотря на все опасности, подстерегающие их в лесу. Правда, со временем в долину пришла беда. Вездесущие бандиты, принявшиеся творить беспредел в окрестностях, из-за чего в рядах повзрослевших школьников произошел раскол на две больших группы – пионеров и пиратов. Пионеры следовали заветам учителя и старались решать конфликтные ситуации мирным путем, прибегая к силовым методам решения конфликтов только в крайнем случае. Пираты же тоже следовали заветам учителя, но толковали они их по-своему, жестоко расправляясь с чужаками во имя безопасности их общины. Опечалившись от такого развития событий, учитель ушел из лагеря и поселился в церкви, где впоследствии покончил с собой. Ну а детки, оставшиеся без единственного адекватного взрослого, так и продолжили жить раздельно в двух лагерях. Вытащившая нас из воды Ольга, кстати, состоит в рядах пионеров, что и позволило Артему выжить, потому что если бы протагонисты выловили пираты, то путь нашего героя закончился бы на столбе где-нибудь в лесу. Поэтому можно уверенно сказать, что нам в очередной раз повезло. Пройдя на территорию лагеря, мы встречаем пиратов, которые снова предупреждают нас не заходить на их территорию. Но деваться нам некуда, тем более пираты, по их словам, захватили в плен Алешу. Так что проникаем на территорию скрытно, ну или в моем случае не очень. Самое главное, что вы должны запомнить на этой локации, убивать ни пиратов, ни пионеров нельзя ни под каким предлогом. Даже если вас запалили, просто бегайте и вырубайте щеглов с кулака, иначе хорошего исхода вам не видать. Но за пострелушке не волнуйтесь, на локации будет место, где обитают бандиты, и у вас появится возможность вдоволь настреляться и утолить свою жажду крови. Пробираясь по лесу, мы попадаем в сеть, расставленную пиратами на территории пионеров, из-за чего между малолетками возникает спор за право покарать Артема. Также у одного из пиратов мы замечаем наш модный рюкзачок, но из-за сложившейся весьма щекотливой ситуации попросить его вернуть наш мод мы не можем. По удачному стечению обстоятельств на разборку приходит мутировавший медведь, называемый школьниками-хозяином леса, который нападает на отвлеченных жарким спором малолеток и буквально за пару секунд убивает трех из них, а четвертого, который с рюкзаком, ранит, но при этом сам, будучи подожженным горючей смесью, медведь скрывается в лесу, а Артем быстренько перерезает веревку и выбирается из ловушки. Идем по следам крови за пиратом и находим его совсем недалеко на холме. Смертельно раненый пират позволяет забрать Артему его рюкзак, а затем погибает, говоря при этом, что отправляется на экзамен к учителю. Это, кстати, очень трогательно. Если на Волге и на Каспии фетиши местных поклоняющихся рыбе или огню не вызывали никакой реакции, кроме такого сочненького фейспалма, то лор детей леса вызывает хоть какие-то положительные эмоции. Забрав рюкзак, отправляемся в ближайший лагерь пионеров и узнаем, что Алёше удалось оттуда каким-то образом сбежать. Выйдя из лагеря пионеров, попадаем в деревню, занятую бандитами, где они всячески кошмарят школьников. Как раз-таки тут вы можете на полную разгуляться, убивая бандитов, спасая пленных детей леса. Разобравшись с беспредельщиками, отправляемся в церковь на холме, в которую, кстати, и уходил доживать свои последние дни учитель. Во дворе церкви находится кладбище, пройдя которое, мы подходим к воротам и готовимся спустить веревочную лестницу, но внезапно появляется хозяин леса, нападающий на Артёма. Теперь нам нужно кайтить медведя по кладбищу, закидывая его горючей смесью и по возможности всаживая в него свинец. После недолгой беготни, хозяин леса решает отступить, но Артём поднимается в церковь, где встречает Ольгу. Она говорит, что Алёша жив-здоров и ожидает Артёма на дамбе. Более того, именно Ольга помогла Лёхе выбраться из плена и довела до безопасного места. Но у Артёмки нет модной татухи на лице, поэтому нас провожать до Алёши Ольга не будет, а лишь даст пару советов, как добраться до туда и где взять лодку, чтобы переплыть реку. Также Оленька в очередной раз напомнит вам, если вы вдруг забыли, что пиратов, ожидающих нас впереди, убивать нельзя. Ну а затем она желает нам счастливого пути и Артём отправляется на встречу с Алёшей. Лодку добыть придётся в лагере пиратов, а они её, как вы уже поняли, чужаку вроде Артёма добровольно не отдадут. Поэтому проникать в лагерь придётся скрытно. Ну или как я. Раздав пиздюкам подзатыльники, нагло воруем у них лодочку и плывём на лесопилку, где, бегая от креветок, подаём питание на лифт и поднимаемся на верхний этаж здания. Там мы видим, что на лесопилке, оказывается, живёт человек с крикухой «Адмирал». Правда, спустя пару мгновений мы понимаем, что «Адмирал» уже в край ебанулся из-за своего изолированного от всех остальных образа жизни, а также из-за постоянного употребления своего чая, который он бодяжит хер пойми из какой травы. Тут у вас есть возможность присесть с ним за стол, послушать его охуительные истории и даже выпить его чаю. Но не забываем, что нам нужно бежать к Алёше, поэтому поднимаемся на балкон и на канате спускаемся на другой берег, где снова замечаем косолапого, взбирающегося на гору. Мы же в свою очередь заходим в туннель, заполненный жукопауками. Там снова расчехляем зажигалку и фонарик, а затем идем запускать генератор, чтобы открыть внутренние ворота. Закончив дела в туннеле, выбираемся наружу и встречаем Алёшу, который неимоверно рад нас видеть. К сожалению, Лёха сообщает не самые приятные новости относительно возможности остановиться жить в долине. За дамбой накопилось огромное количество радиоактивного ила, а сама плотина живет уже на честном слове, ее вот-вот прорвет, а когда прорвет, вся долина окажется зараженной радиацией, так что останавливаться тут категорически нельзя. Алёша уже вышел на связь с Мельником и сообщил эти новости на Аврору, которая в скором времени должна выехать на ЖД пути на Плотине и забрать наших героев. Добраться до Плотины можно по канатке, натянутой из другого конца деревни, поэтому отправляемся туда. Но и тут все не так просто. При переходе через овраг ветхий деревянный мост обрушивается, и Артём падает на камни. Будто этого было мало, к нам на огонёк наведывается хозяин леса, жаждущий взять реванш у Артёма за позорное поражение в прошлой драке. Пока Лёха отвлекает внимание медведя, поджигая ему жопу, Артёмка высвобождается из завала и поднимается во двор ещё одной церкви, где и начинается второй раунд нашего противостояния против сил природы. Тактика абсолютно ничем не отличается от предыдущего сражения с медведем, так же бегаем, стреляем, закидываем хозяина молотовыми и снова стреляем. Но в итоге животному удаётся цапнуть Артёма за жопу. К счастью, вместо того, чтобы спокойно подойти и откусить протагонисту голову, медведь зачем-то решает встать на край склона, который не выдерживает вес косолапого, и закономерно обрушивается. Алёша успевает схватить Артёма за руку, но хозяин леса не собирается сдаваться, и даже находясь в не самом выгодном для себя положении, пытается напоследок цапнуть главного героя. Артёмке приходится всадить нож в глазницу обречённому медведю, после чего тот падает вниз и разбивается о камни. Лёха вытаскивает Артёма на землю, и вместе герои натягивают канатку, но перед самым уходом к нам прибегает Ольга, чтобы попрощаться с Алёшей. Она говорит, что не сможет покинуть своих друзей, и вынуждена остаться с ними, ну а Лёха обещает Оленьке, что как только экипаж закончит свои дела, он обязательно к ней вернётся. На прощание Алексей советует своей тяночке уводить своих людей из долины, если они не хотят в скором времени оказаться под тоннами радиоактивного ила, а затем мы вместе спускаемся на дамбу, к которой уже подъезжает Аврора. Поочерёдно запрыгиваем на борт, где нас уже ждёт Мельник, с не самыми добрыми вестями. Ни воздух, ни лекарства Ане не помогают, и ей становится всё хуже и хуже. Раз уж весь наш план пошёл по известному месту, весь экипаж Авроры направляется в Новосибирск. Екатерина, кстати, нашла название лекарства, и называется оно Ренерган-Ф. Разрабатывался он в Научно-исследовательском институте экстремальной медицины в Новосибирске, так что искать его придётся где-то там. Артём сидит в купе с Анной, которая увядает прямо на глазах. Она рассказывает Артёму про свои грёзы насчёт светлого будущего, отчаянно не веря в своё спасение и лишь слегка подбадривая своего мужа, который всё ещё надеется на хэппи-энд. Анне снова становится плохо, и Катя даёт ей наркоз, чтобы хоть как-то побороть приступ. Анне засыпает, а мы отправляемся в рубку к Мельнику на собрание. Зайдя туда, мы видим полковника очень и очень опечеленным, и вскоре мы понимаем, почему Мельник так обескуражен. Идиот объясняет, что судя по снимкам, Новосибирск настолько загрязнён радиацией, что даже спутники посчитали данные некорректными. По всей видимости, по Новосибу долбанули той самой пресловутой кобальтовой бомбой, которая официально не существует, но если такую создать и использовать, то радиацией накроет будь здоров. Уже за 500 километров до Новосибирска фон снаружи поезда примерно равен фону в Москве, а что творится в самом городе, уже представить страшно. Так что элементарно зайти-выйти явно не получится, и нужен чёткий план действий, который Мельник уже придумал. Так как начало истории положил Артём своей мечтой о жизни на поверхности, а Мельник своей паранойей по поводу оккупантов загнал Аню в хранилище с химикатами, то и за лекарством в город отправятся они вдвоём. Остальным спартанцам в это время нужно будет посетить Новосибирский музей железнодорожной техники, чтобы добыть там снегоочиститель для Авроры, поскольку на носу зима и снег на ЖД-путях создаст некоторые проблемы с передвижением по ним паровоза. Собрание заканчивается, и Мельник даёт указание бойцам подготовиться к прибытию в Новосибирск. Ну а мы можем заглянуть к Сэму, замеряющему фон, который поблагодарит Артёма за хорошие поступки на предыдущих локациях. Если вас ожидает хорошая концовка, то он на это намекнёт, сказав, что добро к Артёму ещё вернётся. После этого возвращаемся к карте и едем в столицу Сибири. Проезжаем по железнодорожному мосту Новосибирска. Сэм сообщает, что радиационный фон снаружи уже в 8 раз превышает фон в Москве, а значит, что на улицах города из-за столь мощного заражения будет относительно безопасно, и никаких бандитов и мародёров мы не встретим. Аврора приезжает на вокзал, и Мельник говорит нам, что время пришло. Отправляемся в рубку, где полкан раздаёт указания экипажу. Степан, Крест, Сэм и Идиот отправятся в корпус института в Академгородке, чтобы проверить наличие там лекарства, а на обратном пути заскочит в музей за снегоочистителем. Алёша и все остальные остаются охранять паровоз, ну а сам Мельник с Артёмом отправятся в центральное здание института искать лекарства, а так как на улицах фон просто бешеный, то до института придётся добираться через Новосибирское метро. После этого Мельник прощается с бойцами и желает всем удачи. На кухне он также прощается с Настей, дав ей задание присматривать за Анной до возвращения героев с вылазки за лекарством, ну а с самой Анной попрощаться заходит Артём. Но Анна в этот момент спит, поэтому ограничиваемся лишь поглаживанием её по голове. Ну а затем идём к ТТшнику, который отдаёт нам с Мельником снаряжение, а самому полковнику его коронный рейлган. Собрав сет из нужных вам пушек, идём к последнему вагону, в котором уже стоит проапгрейженная и обшитая свинцовыми листами буханочка, готовая к поездке. Артём залезает на пассажирское сидение, и Мельник, сев за руль, выезжает на вокзал и, проехав через главное здание вокзала, выезжает на площадь ко входу в метро, который, к сожалению, оказывается завален снегом. И теперь уже за руль садится протагонист, чтобы проехаться по городу до следующего входа. Правда, всю поездку Мельник будет вести себя, как старикан, первый раз посадивший своего внука за руль, и постоянно будет давать советы, типа, не гони так быстро, давай во двор, смотри на дорогу, в стекло не попадёшь, но доехать до входа нам не удастся из-за затора на дороге, поэтому герои выходят из буханки и продолжают свой путь пешком, пробираясь сквозь холодный ветер и сугробы. Пройдя по дороге, замечаем обвал посреди улицы, и вместе с полковником спускаемся туда. Обвал оказывается расположенным прямо над туннелем метро, и герои открывают дверь стоящего на путях вагона, чтобы через него попасть на пути. Выйдя из вагона, мы снова оказываемся вратной для нас стихии тёмных туннелей метрополитена, по которым мы так соскучились за всю игру. И так же, как и в туннелях Москвы, в новосибирском метро тоже обитают местные упыри, нападающие на нас с мельником. Но наш дуэт без каких-либо проблем отбивается от атаки и направляется в служебное помещение, где из диктофонной записи мы узнаём, что после бомбардировки в метро Новосиба тоже остались выжившие. Однако пока что встретить их нам не удалось. Продолжаем путь по коллекторам и видим, что стены и потолок рядом с водой выслованы какой-то мерзкой органической субстанцией. Ну а выброшись из воды, мы замечаем расстрельную яму с уже разложившимися трупами, что свидетельствует о том, что в метро Новосибирска также существовала эта хрень с враждующими фракциями. Ну а пройдя ещё дальше на одной из станций, мы убеждаемся в том, что война никогда не меняется, и местные выжившие также не смогли мирно ужиться в тесных подземельях и развязали боевые действия друг против друга. Переходя на следующую станцию по пути в вагоне, мы видим мистические теневые силуэты, куда ж без них, а уже в зале мы обнаруживаем гору трупов. Внезапно из-под тел выпрыгивают упырей, которые по всей видимости устроили себе здесь гнездо, ну а разобравшись с ними, мы открываем гермоворота, чтобы выйти со станции. Тут хочу сделать небольшую паузу и сказать, что при моём прохождении на запись в игре возник небольшой баг. По идее, во время нападения упырей мельник должен был бросить свой фальшфеер на пол и оставить его там, и в моём первом прохождении всё было в порядке. Однако на записи, после разборки с упырями фальшфеер, магическим образом оказался будто бы приклеенным к телу мельника, и расставаться с ним полковник явно не хотел. Это поставило меня в не самое удобное положение, и мне пришлось перепроходить уровень до этого момента в надежде, что баг пофиксится, но нет. Более того, баг будет преследовать нас достаточно долго, и пропадёт только в конце. Это немного портит атмосферу, потому что смотреть на торчащий с груди мельника фальшфеер на серьёзных щах сложновато, но ничего поделать с этим багом я так и не смог, поэтому во всех последующих сценах мы вынуждены будем наблюдать розовую палку, которая постоянно оказывается в разных местах нашего многоуважаемого тестя. Поднявшись по эскалатору, видим бочки с хлором, которым, по всей видимости, и травили людей на станции, а затем вновь проходим в технические помещения, а уже из них попадаем в вентиляционную шахту. Проход в туннель оказывается закрыт решёткой, поэтому пытаемся пролезть через трубу, но, открыв люк, мы внезапно замечаем внутри пацанёнка, прячущегося от кого-то. Парнишка на панике выскакивает из трубы, уворачивается от захвата неуклюжего мельника, пробирается сквозь прутья решётки и скрывается в туннеле. Балкан помогает Артёму перелезть через ограждение и отправляется по другому пути на перехват, ну а мы бежим за пиздюком по разного рода помещениям в попытке догнать сорванца и поспрашивать у него что да как. В итоге, наигравшись в догонялке, встречаемся с мельником и обыскиваем помещение, из которого малец убежать уже никуда не мог. Находим его прячущимся в бочке, но на этот раз полковнику удается схватить пацана и вызвать на диалог. Мелкий представляется Кириллом Хлебниковым и сильно удивляется тому, что герои не собираются причинять ему вреда. Мельник просит Кирилла отвезти нас к главному, чтобы перетереть с ним, ну и малой, у которого других вариантов нет, соглашается это сделать. По пути любопытный Кирюха, используя местный сленг, все-таки заставляет Мельника признаться, что они с Артемом не местные. Но зачем и почему герои сюда прибыли, полковник все еще не говорит. Тут же на зазевавшихся ребят нападают упыри, и Кирилл просит Мельника подсадить его в вентиляцию, ну а мы снова расчехляем наши пушки и стреляем по мутантам. Отбившись, полковник просит Кирилла вылезать из вентиляции, но тот не отвечает. И когда казалось бы, что все, пацан удрал, Кирюха появляется на воротах и открывает нам проход. Заходим в очередные техпомещения и видим, что в них располагается убежище нашего молодого друга. Выясняется, что из всех жителей новосибирского метрополитена после местной гражданской войны в живых осталось только два человека. Кирилл и его отец, который месяц назад ушел на задание и уже третью неделю не выходит на связь. То, что нашим героям во всем метро удалось встретить единственного живого человека, можно назвать только сами понимаете, чем. Мельник замечает огромную карту России с приклеенными к ней спутниковыми снимками поверхности, аналогичные тем, что Артем доставал на Каспии. Кирилл говорит, что эти снимки когда-то давно притащили местные сталкеры из центра связи, и отец Кирилла долгое время их изучал, пытаясь найти пригодное для жизни место. И судя по заметкам на карте, он присмотрелся к озеру Байкал, а затем отправился в центр связи на поиски снимков этой территории, но не вернулся. Поэтому в голову Мельника приходит идея, как убить двух зайцев одним выстрелом. Он отправится в центр связи за снимками, а Артем продолжит путь в НИИ экстремальной медицины за лекарством в одиночку. Полкан по радио связывается с Авророй и сообщает об изменении планов ТТшнику. ТТшник, в свою очередь, просит нас поспешить, потому что состояние Анны стремительно ухудшается, и у нее вот-вот начнется очередной приступ. Но затем радиосвязь прерывается помехами, и Мельник предлагает выдвигаться в путь. Кирилл говорит, что на улицу без антирадиационных препаратов вылезать нельзя. Благо, у него в наличии осталось три ампулы этого самого антирада, как раз по одной на каждого из героев. Артем берет в дорогу один фальшфер, ой, то есть одну из ампул, а затем пролезает в вентиляцию и отправляется в НИИ. Перед уходом, кстати, Мельник разрешает взять его рейлган, который пригодится нам в пути, как достаточно мощное оружие с дешевыми боеприпасами, тем более, что опробовать его нам дадут буквально сразу. Отстреляв очередную популяцию упырей, мы добираемся до затопленного туннеля, в котором как раз находится лодка. Проплывая по туннелю, мы снова увидим эту мерзкую биомассу на стенах, причем чем глубже мы будем плыть, тем больше ее будет. Также мы встретим огромных водяных червей и маленьких пиявок, которые будут плеваться в вас кислотой, нанося существенный урон вашему противогазу. Противогаз необходимо сохранять в целостности, поскольку далее будет только один верстак, на котором вы сможете его починить, так что пиявок лучше отстреливать с безопасного расстояния. Проплыв по этим отвратным тоннелям, мы выплываем в другой тоннель, но на этот раз уже находящийся близко к поверхности и не имеющий защиты от радиации. Тут излучение дает о себе знать. Счетчик начинает трещать как бешеный, а Артем начинает видеть галлюцинации. Протагонист падает в отключке, а проснувшись видит перед собой образ Анны, сидящей на станции метро. Артем прекрасно понимает, что если сейчас он ничего не предпримет, то загнется он достаточно быстро, поэтому, выбравшись из лодки, он вкалывает себе ампулу антирада и, собравшись с силами, встает, чтобы продолжить свой путь. Пройдя по залу станции площадь Ленина, поднимаемся по эскалатору и слышим переговоры Мельника и Кирилла по радио. Из них становится известно, что полковнику удалось найти карты в центре связи и теперь он направляется в НИИ на машине и просит Кирюху передать Артему, если тот вдруг выйдет на связь, чтобы зятек поторопился. Выбираемся на улицу, где Артем каким-то непонятным образом начинает видеть флэшбеки событий, произошедших здесь во время бомбардировки. Например, как военные, чтобы разогнать паникующую толпу, долбанули из танка по зданию Краеведческого музея, в котором находился вестибюль станции метро. Придя в себя, Артем проходит по площади и добирается до НИИ экстремальной медицины. Тут у меня сразу возник вопрос, почему крупный научно-исследовательский институт, в котором дело имеют с весьма опасными химическими реагентами, а чуть позже мы узнаем, что там еще и опыта над животными проводились, вдруг находится не просто в черте города, а в самом его центре, прямо рядом с одной из визитных карточек Новосибирска, театром оперы и балета, с целью поинтересоваться, так ли это на самом деле, я связался с корреспондентом нашего канала в Новосибирске Серегой. Серега, подскажите, пожалуйста, действительно ли планировщики города Новосибирск настолько ебанулись, чтобы размещать столь опасное предприятие рядом с культурным центром столицы Сибири? Здравствуйте, медалист. Единственные, кто ебанулся в данной ситуации, это разработчики из 4A Games, потому что в реальности на месте НИИ находится многоэтажный жилой дом по адресу Женикидзе 27. Никаким институтом экстремальной медицины тут и не пахнет, а единственное, что хоть как-то связывает здание с медучреждением, это аптека, расположенная на первом этаже этого дома. Спасибо, Серега. К слову, и тут разработчики умудрились порофлить, ибо на входе красуется стелла с надписью НИИХУЯ. Браво 4A Games, очень смешно. Момент для шутки подходящий, я честно думал, что смешнее, чем торговый центр с названием Раиси в Перде уже не будет? Я ошибался. Молодцы, очень смешно. Зайдя в здание, начинаем ловить трипы уже по полной. Тут нам и силуэты Анны, и ее слышимый вдалеке кашель, а подобавок еще и мистическое аномальное свечение за окном, объяснение которому я в игре, признаться, так и не нашел. Дальше больше. Поднимаемся на крышу здания по пожарной лестнице и встречаем местный аналог библиотекаря под названием Слепыш. Он не имеет глаз, но зато имеет отлично развитый слух и нюх, а помимо этого еще и умеет транслировать мысли на русском языке прямо в голову главному герою. Пырнув пару раз слепого негодяя ножом, Артем прячется от него, и пока мутант занят поиском протагониста, мы проползаем мимо него и продолжаем поиск лекарства. Оставшийся путь будет непростым. Действие радиопротектора постепенно заканчивается, Артем то и дело устает как физически, постоянно задыхаясь, так и психически, потому что Анна начинает мерещиться ему даже в лежащих в здании трупах. Также задача усложняется присутствием других слепышей, желающих полакомиться главным героем, и финальным нашим испытанием будет встреча одновременно с двумя мутантами в помещении с разбросанным по полу стеклом, создающим шум, если на него наступить. Можно попытаться придрочиться и пройти этот момент втихую, а можно просто нагло ломиться подавать питание для открытия двери, забрасывая слепышей молотами, если тем удастся загнать вас в тупик. Так или иначе, миновав встречу с ними, мы выходим в коридор, где Артему снова мерещится Анна, на этот раз в лифте. Добежав до нее, мы снова понимаем, что это была галлюцинация, но под весом Артема лифт падает на этаж вниз, где и находится комната с тем самым лекарством. Дрожащими руками Артем открывает холодильник, вытаскивает оттуда чемодан с лекарством и проверяет наличие в нем комплекта. Но не все так просто. В дверях мы замечаем слепыша, и начинается потрясающая по накалу финальная битва. Правда, только с клавиатурой, потому что для победы вам нужно всего лишь нажимать на одну кнопку, как будто вы играете на Аркан Маги в Ватолка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Одержав победу над слепышом, обессиленный Артем засыпает в обнимку с чемоданом, который на данный момент представляет для него ценность гораздо больше, чем его собственная жизнь. Но выспаться как следует нам не даст писк и треск дозиметра, сигнализирующего о зашкаливающем уровне радиации. Но буквально сразу же приезжает спасительная буханка с Мельником за рулем. Полковник вылезает из машины и сквозь судороги добирается до тела Артема и принимает решение вколоть ему свою ампулу с антирадом. Сделав это, Мельник затаскивает постоянно теряющего сознания Артема в уазик и везет нас забирать Кирилла. Но несмотря на просьбы полковника не засыпать, Артем таки теряет сознание, а когда приходит в себя, он уже видит Кирилла, пытающегося завести машину и бездыханное тело Мельника на пассажирском сидении. Кирилл, увидевшись, что Артем проснулся, говорит, что Мельник перед смертью пытался научить его вести машину, но не успел, поэтому Артем находит в себе силы сеть за руль и гнать буханку по прямой до железнодорожных путей. Это максимально трогательный момент в игре, когда вы едете по ночной зимней дороге, освещаемой лишь светом луны, под охрененно душесчипательную музыку. И ей-богу, я не знаю, какой бездушной скотиной надо быть, чтобы хотя бы не загрустить в этом моменте. Домчав машину до железной дороги, Артем в очередной раз теряет сознание и приходит в себя уже утром. Он смотрит на чемодан с лекарством, за который Мельник поплатился жизнью, и на тело самого полковника, когда-то поверившего в обычного молчаливого парня с ВДНХ. Но жизнь на месте не стоит, и вот уже молодой и радостный Кирилл, спасенный Мельником и Артемом из Мертвого Города, говорит о том, что к ним приближается паровоз. Артем берет драгоценный чемодан и выходит на улицу, а затем встречает Аврору, на которой успешно установлен снегоочиститель. Берет Кирилла за руку и попадает в объятия экипажа. Пол у Мертвого Артема со стрейшей формой лучевой болезни несут на срочное переливание крови. Тут оказывается, что у главного героя четвертая положительная группа крови, так что в качестве донора подойдет любой член экипажа. Ну и, естественно, бравые спартанцы решают пожертвовать часть своей кровушки ради спасения Артема. Между тем, протагонист, находящийся между жизнью и смертью, то и дело теряет сознание. Там он видит себя ребенком, находящимся в туннеле метро, но к нему подходит мельник, берет Артема за руку и ведет за собой к выходу из туннеля. Весь наш отряд поочередно переливает нам кровь, сопровождая этот процесс мотивирующими речами. Кровью также жертвует и князь с Дамиром и Алешей. И благодаря тому, что Артем во время путешествия делал добрые дела, что позволило этой троице остаться с нашим экипажем, донорской крови хватает на то, чтобы наш протагонист выкарабкался. В видении мельник приводит Артема к берегу озера Байкал и произносит речь, в которой он приносит извинения Артему за свое дебильное поведение в начале игры, а также просит протагониста присмотреть за Анной. Более того, мельник говорит, что помимо дочери он всегда хотел еще и сына, и что Артем идеально подходит на эту роль. Далее он просит главного героя возглавить отряд спартанцев Авроры и вести их к успеху, чтобы каждый из команды был жив, здоров и самое главное счастлив. Напоследок он прощается с новым командиром Спарты и отдает ему честь, после чего мы видим, что лекарство, найденное нами, помогло Анне, и она вместе с остальными ждет поправки главного героя. Спустя некоторое время нам показывают берег озера Байкал, где наши герои и нашли свой новый дом. Мельника похоронили под деревом на холме, но Артема, как и завещал полковник спартанцы, единогласно избрали своим новым лидером. Далее Артем говорит, что теперь дело осталось за малым, надо всего лишь спасти всех людей на планете, и если вдруг у игры будет продолжение, то мы с вами уже примерно представляем, чем мы будем там заниматься. Титры и конец. На этом, в принципе, можно было бы и закончить, но, как в том анекдоте, а поговорить... А поговорить есть о чем. Начнем с сюжета. Он очень слаб. Абсолютно вся история построена на крайне удачных совпадениях, из-за чего порой кажется, что проблемы, возникающие на пути героев, решаются сами собой, а самим героям нужно всего лишь совершать минимальные телодвижения, чтобы со скуки не умереть. Например, герои едут за спутниковыми картами в центр связи в Казахстане. Возникает проблема, топливо и вода закончились, половина экипажа страдает от обезвоживания и вообще пиздец, все плохо. Но не тут-то было. Искомый центр связи оказывается в паре километрах от паровоза, а вода и топливо есть у бандитов, база которых находится прямо за углом. Ну а чтобы ништяки было легче отжать, нам в помощь дают местную бунтарку, которая еще и в центр связи попасть помогла. Вы можете сказать, металлист, ты опять доебываешься до мелочей, ты же сам говорил, что в игре могут быть художественные допущения и игровые условности. Да, блять, но не в таком количестве. Все эти совпадения на корню уничтожают любую интригу, потому что мы уже заранее знаем, что какая бы беда ни произошла, всегда случится что-то, благодаря чему проблема решится с положительным для экипажа результатом. Не порадовало также неоправданно огромное количество персонажей в игре. Их можно было бы смело сократить наполовину, и игра бы от этого только выиграла. Никто из персонажей, включая Артема, за игру не претерпевает никаких изменений личности, характера или взглядов на жизнь, за исключением Мельника. И именно его я считаю главным героем игры. Мельник единственный из всей команды, у которого есть так называемая дуга персонажа. В начале игры он просто-напросто бесит, постоянно твердит про оккупантов и обвиняет Артема в том, что из-за его косяков попало всему экипажу. Но после Ямонтау полковник начинает меняться в лучшую сторону. К нему приходит понимание того, что он был неправ, что в своей погоне за регалиями и званиями он напрочь забыл о самом главном, о том, что он создавал орден, чтобы спасать людей. После этого он пересматривает свои жизненные приоритеты и плавно приходит к осознанию того, что пора оставить Москву и прежнюю жизнь позади, и надо искать новое место для жизни, но уже на свободе, на поверхности. В итоге он погибает как самый настоящий герой, жертвуя своей жизнью, чтобы спасти сразу три Артёма, Анну и Кирилла. Ну а в конце его желание исполняется, экипаж находит новый дом, а полковник получает вечный покой на берегу Байкала. Другие же персонажи в конце игры остаются абсолютно такими же, какими были в начале, из-за чего складывается впечатление, что такая толпа людей нужна была лишь для того, чтобы Артёму в конце хватило донорской крови. Не всё идеально и с технической точки зрения. Багов в игре просто дохерище, начиная с косяков анимации, заканчивая феноменом блуждающего фальшфейера. И если такие баги не сильно-то и влияют на игровой процесс, то случаются баги и помощнее. Например, у корреспондента Серёги в долине был баг с фонариком, когда по сюжету фонарик выключается и путь нужно освещать зажигалкой. Но после прохождения этого момента, где фонарик должен был заработать, он включаться категорически отказывался. Не помогла даже загрузка следующей локации, из-за чего корреспонденту Серёге пришлось качать сейф игры из интернета, чтобы пройти игру в нормальных условиях. Серёга, подтверди. Подтверждаю. Но и в этом есть положительный момент. Так называемые контент-мейкеры с нарезками багов и приколов из различных игр без хлеба точно не останутся. Теперь к плюсам. Жирнющий плюс. Графика. Никогда не был графодрочером в силу известных вам обстоятельств. Но то, что я испытал, увидев визуал в исходе, словами не описать. Всё выглядит максимально красиво. Модельки, текстуры, освещение. Все локации проработаны до мельчайших деталей. Выглядит сочно и, не побоюсь этого слова, реально. Абсолютно любым кадром из игры можно просто брать и обмазываться. Настолько всё выглядит красиво. Музыка за авторством Алексея Амельчука вписалась шикарно. Ну а за трек Race Against Fate, который звучит во время последней поездки на буханке, композитору нужно чуть ли не руки целовать. Дубляж с новыми актёрами озвучки тоже не подвёл. Все без исключения персонажи озвучены на 5 баллов. Особенно хотелось бы отметить Сергея Чихачёва в роли Креста, Варвару Чабан в роли Анны и, конечно же, Владимира Антоника, озвучившего Мельника. Низкий вам поклон, господа. Подводя итог, скажу, что, несмотря на свои очевидные минусы, Метро Исход всё же является хорошей игрой и в это трудно поверить, но она мне понравилась. Я с удовольствием прошёл её 3 раза и даже зная, что будет в концовке, я всё равно каждый раз испытывал бурю эмоций от финала. Настолько он силён. Также хочу добавить, что лично я считаю Исход лучшей частью серии. Если бы я оценивал игры, то я бы от чистого сердца поставил ей твёрдые 8 баллов из 10. И надеюсь, что если у игры будет продолжение, то в следующий раз разработчики получше продумают сюжет и тогда я смогу с полной уверенностью сказать 10 из 10 идти на кончиках пальцев. С вами был Металист, я благодарю вас за внимание и до скорого!